29 марта в Сергиевом Посаде состоялось выездное заседание комиссии Общественной палаты по культуре и сохранению историко-культурного наследия. В последнее время незаконная стройка на территории охранных зон Подмосковья не редкость. С чем это связано? Как решить проблему? Об этом мы спросили у члена Общественной палаты Бориса Якименко. Эти дома строят и покупают в основном люди с очень низкой культурой. И для нас с вами место, где ступали ноги преподобного, это возможность стать к себе как-то внутренне строже, повести себя благоговейно. Для кого-то это пикантная деталь, которая позволяет ему всегда своим парням сказать, что ты знаешь, что тут преподобный жил, а теперь я живу. Один бездуховный человек другому бездуховному человеку с помощью третьего бездуховного человека продает территорию, на которой жил преподобный. Одна из мер, которые мы сейчас предпринимаем, мы хотим отпечатать тысячи листовок, на которых написать предупреждение, что уважаемые владельцы этих земель, напоминаем вам, что это охранная зона, охранная территория, связанная с памятью преподобного Сергея Радонежского. То есть, когда у вас начнутся неприятности, пожалуйста, не говорите, что вас предупреждали. Федеральное министерство культуры оказывает серьезную поддержку защитникам культурно-исторического наследия. В ведомстве уверены, что во избежание подобных случаев необходимо в первую очередь прописать границы и режим использования участков вокруг памятников. Сейчас выдано предписание Министерства Московской области совершить определенные действия по защите уже сейчас всех тех зон охраны, которые были установлены в 1986 году. А это касается всех действий, которые совершаются. И разрешения на использование земель, и самовольного строительства, и устройства газопроводов, и других мероприятий, которые проводятся на этих землях. И отсылка очень многих чиновников к тому, что да вот мы тут путаем древний город Радонежа или крепость Радонежа, она, конечно, не основательная. Но и это недоразумение мы в ближайшее время устраним. Подготовка соответствующего проекта нормативного акта поручен Министерству Московской области. И мы, конечно же, такой акт примем. Несмотря на плохие погодные условия, нам все же удалось побывать в центре древнего города Радонежа. По словам эксперта Сергея Чернова, в 14-15 веке в одном из кварталов древнего города жила семья основателя Троицы Сергиевой Лавры. Земля эта таит в себе сохраненные временем артефакты, а на ее поверхности, в геометрической прогрессии, строятся все новые и новые коттеджи. Было возведено два коттеджа, которые грубейшим образом нарушают всю структуру территории памятника древнего города Радонежа. Здесь не проводились ни археологические раскопки предварительные. Этот вопрос не рассматривался в Министерстве культуры Московской области. То есть просто самоуправное строительство. Вот против чего общественная палата выступает и сегодня, 29 марта, на слушаниях. Вот против чего выступают специалисты, общественность, добиваясь сохранения древнего города Радонежа, как нашей национальной святыни. Субтитры создавал DimaTorzok